Добрый день, дорогие друзья! Время такое, что самое время читать, чтобы либо успокаивать себя, либо, наоборот, погружаться в глубокую аналитику себя же родимого. Мы продолжаем нашу рубрику. В нас в гостях, а мы в гостях, у Сергея Яроляна, в его скромном уголке, неподалеку от Набережной, мы продолжаем наши разговоры о литературе. Дорогой Сергей, что же ты подготовил нам сегодня? Павел, времена, как ты говоришь, неспокойные. Мы обращаемся, как и говорили в предыдущих выпусках, к литературе, которая актуальна должна быть сейчас, неважно, когда она написана. Поэтому предлагаю сегодня попробовать пробежаться по творчеству такого неоднозначного писателя, как Николас Талеб. И, как вариант, обсудим его самую объемную книгу. У него их много. В нулевых в начале в России была переведена его книга «О дураченной случайностью». Мы ее покажем, да, приблизим, наверное. Вот. Потом уже ближе к восьмому году там я читал в начале десятых «Черный лебедь», которая вообще бестселлер, я думаю, многие знают, и сверхпопулярная была, хотя много, опять же, спорного, да, есть в тезисах. А мы будем рассматривать с тобой книжку «Антихрупкость». Это термин, который он сам ввел в литературу. Поговорим, что значит, почему антихрупкость важна для систем. И хочу тебе больше сказать, уже начал аудиокнигу слушать, и вот заказал, видишь, еще не распечатанное. Это очередная его книга «Рискуй собственной шкурой». Так что пусть читатели, точнее те, кто просматривают и любят читать, выбирают сами, с какой из книг начать, но мы остановимся на антихрупкости и будем открывать отдельные страницы книги и обсуждать. Почему Талеб и в чем, мне кажется, его актуальность сейчас для нас? Значит, во-первых, интересно несколько его историй. Первое, у него есть тезис такой, очень простой, который мне близок. Это про то, что базовый вид деятельности не всегда является самым эффективным. Если ты в чем-то тужишься, тужишься, то не факт, что это самое эффективное, в чем ты можешь реализоваться. Он приводит пример себя, что он трейдер, но при этом лучше всего у него получается писать, как раз, когда он свободен от этого рода деятельности. Фактически, такие же истории, связанные мы уже как-то обозначали, что очень популярная история, когда современная наука накладывается одна на другую, междисциплинарные области дают большой прогресс, вспоминают сразу, не знаю, такие крайние друг с другом не связаны вещи, например, генетика и лингвистика. Такой Иванов есть, относительно недавно, несколько лет назад умер, лингвист очень всемирно известный, он в Переделкино, сын Иванова, который с семьей Пастернака дружил, в Переделкино жили. У него есть замечательные лекции, еще по телеканалу культуры в свое время выходили. Он приводил пример, что изучает, например, генетический материал коров, которые паслись в районе этрусков и пытается лингвистически определить, откуда эти коровы ушли и находят там похожие, например, в Турции, в Западной Армении и тем самым определяют, что языки, наверное, тоже в этих регионах обитания, в эти периоды могли быть общие. Они мигрировали, перенесли и скот, язык и так далее. То есть вот междисциплинарность, она очень модная. И чем-то Алиб хороший в антихрупкости, это как раз он берет ряд, например, медицинских терминов и их перекладывает на социологию, на экономику и так далее. Я думаю, к этому придем. Второе, что прельщает, и это действительно интересно, ну, как человек, работающий в рекламе, в таком популяризации чего-то контентного, ты понимаешь, что хорошо запоминаются яркие образы, фразы, слова. Ну, одно название, книг, уже вызывает интерес, например, «Черный лебедь устаканилась», там, одураченный случайностью, интересно узнать о чем, да. Но я тебе могу сказать, что у него просто можно оглавие, эти заглавия, содержание книг открывать и смотреть, оглавление, то есть, и смотреть, как он называет разные главы. Мне кажется, он даже чересчур уходит вот в такое заигрывание с литературой на разных языках, в плане того, что миксует разные названия на разных языках, при этом получаются оригинальные там термины. Например, в этой книге есть термин «хрупкодел», мы его посмотрим, «стрессоры», да. Как я говорил, там приводят медицинские термины, используют где-то еще, мы к ним обратимся. И выходит достаточно интересный набор таких историй, когда ты можешь яркие либо примеры, которые у тебя в систему координат, которая сложилась, да, за счет социокультурных каких-то особенностей используют, либо это яркие образы с конкретными названиями, и это наименование ты можешь тоже в ходе дискуссии или где-то применять. Поэтому вот вторая такая история, которая, думаю, что для массовой популяризации это хорошая история, когда ты пробуешь какую-нибудь сложную периодику попробовать популяризировать, но при ее чтении язык ломается и нет как бы возможности как ДНК связать друг с другом вещи, то сложнее, нежели когда ты очень хлесткие термины на разных языках, которые можно обыгрывать, да, и их бравируешь ими там при коммуникации. Третье, чем еще интересен, тем, что человек по факту потомок такой интересный сам по себе дипломатов из Ближнего Востока, у него много историй о том, как его отец был дипломатом, какая библиотека дома была, то есть достаточно эрудированный с детства, да, начитанный. Дедушка дипломат, и вообще в Османской империи интересно, христиан, он ливанец по происхождению, часто используют для того, чтобы на христианский мир, так сказать, миссионерские какие-то роли, да, или дипломатические какие-то задачи решали, то есть через христиан популяризировали власть атаманской, мусульманской страны, вот. Он не пошел по этому пути, хотя как бы прямая дорога была, и стал, на удивление, трейдером, а на самом деле популярен, ну, не за счет трейдерства, а за счет литературы. Поэтому вот там три ключевых момента, почему я посчитал нужным, что нам надо к нему обратиться, вот, и мы, соответственно, пришли к рассмотрению этой книги. О чем сама книга, да, и в чем вообще такое, почему вообще термин появился, что он означает, да, по факту он строит на неком антагонизме. Его основной тезис, что, слушайте, есть, там, не знаю, стекло, бьющиеся вещи, которые вы в почту отправите, вы обязательно прокомментируете, что это хрупко и осторожно, да, и очень часто путают, что, например, а противоположная вещь это какая-нибудь гиря, ну, то есть не бьющаяся. По факту гиря, она является неуязвимой, но не антихрупкой. Антихрупким он называет те свойства и те предметы, которые даже не эластичны, это тоже, как бы, эластичность это что, это мы что-то растянули, оно вернулось, когда мы его оставили, да, а антихрупкая за счет того, что мы какое-то воздействие оказываем, эта система, вещи или что угодно, она приобретает новые свойства, становится лучше. И для экономики, для общества это очень интересный взгляд, ракурс со стороны просмотра, да, и вообще в целом такой вот интересный фокус внимания на разные детали, у него очень много где представлено. Я буду, когда заканчивать, скорее обращусь к тем вещам, которые меня у него раздражают, кажутся странными и там не выдерживающими критики, но нельзя не отметить ряд вещей, где его особый оптимизм, наоборот, в помощь. Например, мы сейчас живем в эпоху, там, не знаю, глобальных каких-то эксцессов, да, и так далее. И классическая история, там, мы, когда обсуждали с тобой, там, болезнь столетней давности, сейчас это депрессия модная, раньше неврастения, да, а вообще вот там посттравматический стресс, стресс, он такой популярный термин, который много используют, но мало кто говорит, например, о посттравматическом росте. То есть, когда что-то случается негативно, на самом деле, есть возможность, это тот же, там, типа, китайский иероглиф, помнишь, что и ты немного учил китайский, и я изучал его, когда любой кризис этой возможности, это заезженная уже история после 2008 года, многие ссылаются на Китай в этой части, но по факту в психологии, да, есть такой термин, как посттравматический рост, и это как раз настрой на возможность видеть возможности тогда, когда, кажется, предыдущий мир и прежние устои рушатся, вот. Обратная история, наоборот, когда что-то рушится, мы чаще всего начинаем искать виноватых и так далее. У него очень подробно и интересно рассказано, он вводит термин «хрупкоделы» и говорит, что есть тип людей, которые вообще приводят нас к разным критическим историям, да, давай вот попробую зачитать его дословную цитату про хрупкоделов, да, будет интересно, как он формулирует сам эту историю. «Хрупкоделие» — это когда выгода мала и видимо, а побочные эффекты в потенциале огромные и невидимы. То есть, например, в экономической системе многих финансистов обвиняют тем, что ты принимаешь сегодня шаги, получаешь базовый какой-то свой доход, оклад, а спустя время твои рекомендации могут привести к разрушениям. Но это будет понятно только спустя время, да, и, соответственно, ну, и польза может быть локально очень небольшая, и тебе за это платят уже просто знать, что ты, там, не знаю, хороший финансист-экономист. Но то, что ты долго можешь причинять вред, лишь время покажет. В медицине это распространенная история, в социологии, да, там, вот. Поэтому тоже вводят термин, он, в принципе, понятен, да, стрессоры, то есть раздражители определенные, которые надо научиться использовать на пользу. Мы часто воспринимаем стресс как возможность мобилизоваться и как-то его пережить, но не так, как что полезного стресс для нас делает и к чему он нас апгрейдит, да. Вот. А в этой части очень много, то есть классическая история, что стресс для организма, там, мышцы качаются, да, интеллект развивается благодаря стрессу. Ну вот я буквально недавно об этом говорил, что, ну, в одном из своих предыдущих выпусков, что мне правнук Бехтерева, Медведев, он говорил, что стресс – это крайне важная, нужная, полезная для организма вещь, просто единственное, что после стресса надо давать себе физическую нагрузку, и тогда вообще будет бинго. То есть, естественно, мы, у нас, как это сейчас принято говорить, экосистема, наш организм и вообще вся наша оболочка – это некая экосистема, где все не просто так сделано. Продавать нагрузку, у него тоже прикольные мысли, что классически мы думаем, например, после трансатлантического перелета, а-ля, ты устал, надо поспать. Он говорит, дайте в этот момент спортом займитесь, дополняйтесь, то есть добавьте себе еще другого вида стресса, да, или другой вид нагрузки. Это правильно, потому что есть же некое условное понятие второе дыхание, да, я через это каждый раз в горах прохожу. Ты вот идешь, идешь, думаешь, все, сейчас все, лягу, сдохну. И потом ба-бах, ты делаешь еще, грубо говоря, шаг и полетел. То есть, поэтому здесь я как бы согласен с ним. Да, ну по этой части можно поддержать разговор аутофагии, да, классический, когда у нас все любят диеты, все любят там, типа, следить, к лету приготовиться девушкам, да, и так далее. По факту, Нобелевку японец получил за изучение аутофагии, когда некоторое интервальное голодание позволяет тебе включить добр ресурсы, и в первую очередь плохие клетки отмирают, да. Вот, в принципе, вот таких медицинских параллелей очень много, ну, закаляться туда же, да. То есть, ну, как бы, не знаем там научно, насколько полезно, не полезно, медицина явно не наш конек, но, как сказать, быт и тысячелетие проживания на определенных территориях привели к тому, что часть людей закаляются, и вроде как для иммунитета это хороший такой трэш, да, шокер, который… Трэш-терапия. Да, трэш-терапия. Он приводит пример еще одной истории, Гармезис называется, медицинская история, когда ты малыми долями чего-то вредного пытаешься глобальное улучшение сделать. Ну, например, традиционно, когда небольшие дозы облучения лечат что-то. Есть, конечно, куча исследований, и на них он тоже ссылается, когда наоборот, предположим, там, против прыщей используют что-нибудь с облучением связанное, а последствия только спустя 20-30 лет становится понятно, что у людей зоб, например, развивается или еще что-нибудь. Но в целом такой принцип, что какой-то вид деятельности может быть локальный вред во имя более глобальной пользы, да. Мне рассказывали в Советском Союзе, туберкулезом рак лечили. Да, 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 да. Истории любые связаны с вакцинами, да, вот чем не хайповая история, да, когда тебе надо перебить, что-то загрузить в организм, там, холера, не холера и так далее, ты можешь способы корь, не корь, да, вот типа наносишь вред, чтобы не было более крупного вреда, да. Очень прикольно говорить по поводу пример хрупкости на то, что система должна быть антихрупкой сама по себе. На примере человека, ну, по нашему организму биологическому понятно, что очень много, по нашему социуму понятно, что животный мир достаточно антихрупок и много примеров приводится. Но интересно очень часто, что, например, классическая история, когда люди настраивают, что они вот пойдут в тренажер качать мышцы. Но эти же люди, будучи в костюмчиках и заселяясь в отель, сами не несут свой чемодан, а его несут сопровождающие, да, представители отеля. И выходит, что это такой некий парадокс, что очень часто проблема контекста, что мы сами настраиваемся на контекст, вот сейчас я точно буду заниматься подготовкой своих мышц. Но в обычной жизни мы вне этого контекста это не делаем. Я знаешь, где это все время наблюдаю? Когда ты прилетел огромное количество часов на самолете, ну или даже короткое, и потом там, значит, эскалатор, причем вниз, и большинство встает на ступеньки. Вместо того, чтобы пройти пешком, ты только что отсидел 2-3 часа. Казалось бы, ты должен пойти пешком. Нет, все встают на эскалатор. Вот это, в эту же тему. Потому что их обслуживают. Да, да, потому что это все, они к этому привыкли. Туда же, да, истории, когда про некую вот эту гиперкомпенсацию, он тоже про нее рассказывает достаточно много, что, предположим, у вас есть, там, не знаю, коллектив, и есть более свободные люди и более загруженные. Что надо не жалеть загруженных, и, скорее всего, кто интенсивно и хорошо работает, и ему впихнуть можно еще задачу. Поняла? Вот послушай, Серегу. Сильно эффективным способом решения вопроса. Это не я сказал. Я то же самое говорю, я то же самое объясняю, и мне не верят. Вот, антихрупкость. Понятно? Из технических новаций, отраслей, в которых антихрупкость позволяла системе как бы регулировать, приводит пример, например, Титаника, что крушение Титаника позволило вообще кораблестроения не думать в сторону гигантских кораблей. То есть, когда что-то случается техногенное, мы сразу начинаем задуматься. Но, кстати, иногда обратная история, часть техногенных катастроф нам подсказывает, что мы неправильные решения принимали до. Да, если ты посмотришь, например, там, ну, возьмем Японию сначала, потом Древний Египет. В Японии, когда строили Фукусиму, исходили из того, какой предыдущий опыт. Мы в работе очень часто ссылаемся, таки говорят, экспертиза, опыт, покажите, что вы умеете. И это всегда поляна предыдущих достижений. Поляна предыдущих достижений, это не все, что предельно возможно. Правильно? Ты не можешь сказать, я сделал лучше, чем до этого. Ты всегда отсылаешься к прошлому, а при учете таких опасных историй, например, как, типа, какую атомную станцию, с какой сейсмоустойчивостью строить, возможно, надо предположить избыточность некую. Она не будет лишней. Если ты учтешь при строительстве, что надо построить сильно более безопасно, чем самое сильное землетрясение, которое было до. Потому что вот тот самый черный лебедь еще не случался, да, возможный, да, землетрясение. С Фукусимой так и произошло. То же самое было в Египте, когда Нил разливался, или у нас в Петербурге, когда наводнения случались, всегда же все меряют по самому, там, типа, большому наводнению. Но если ты строишь дамбу, то твоя задача построить ее сильно больше, чем самое предыдущее наводнение, потому что, возможно, что самое большое наводнение еще не случалось. И вот эта некая мысль про избыточность, она у нас в жизни мало представлена. Мало она реализуется, потому что везде идет экономическая эффективность, оценка рисков, а все риски это на предыдущих самых крупных историях построены. И вот здесь интересна вот такая история. Я тебе больше скажу, когда мы говорим про риски, или успешные вещи, например, там смотришь какой-нибудь журнал «Эксперт» или «Форд» про какой-нибудь успешный бизнес, или про какие-нибудь гигантские сооружения нам рассказывают, или про какие-нибудь, там, не знаю, подвесные, надвесные мосты, лучшие скоростные поезда и так далее. У него, это, по-моему, как раз в «Черном лебеде» еще было размышление про то, что по факту мы теряем такую важную вещь, как и мысль, как могила неизвестного. То есть мы живем в информации только успешных историй. И мы оперируем успешными, выжившими историями. Куча шлака, чего не удалось, остается похоронено под пылью. Мы этой информацией не оперируем и ошибочно, искаженно делаем все наши предикативные какие-то истории на базе мыслей про успешные успехи. И это искажение, это иллюзия. И она за собой несет вообще краеугольную историю в будущих провалах нашего. Ну, это на самом деле база для тех, не только он, конечно, говорил, понятно, это база для тех, кто это все готов переломить и все равно делать по-своему. Вообще, строго в научных дефинициях это называется лучше перебздеть, чем недобздеть. Это если про предыдущую часть. Уникальный слог твой, конечно. Да, я исключительно в академической среде сейчас обитаю, поэтому... Гиперкомпенсация моим текстом это твои речи. Абсолютно. Именно, Сергей. Контентно встроился. Именно поэтому мы с тобой здесь вдвоем на диванчике и присели. Да. Ну вот, могу так же сказать, ну, типа, есть вопросы актуальных общественно-социальных формаций, то понятно, что, например, революция это вопрос того, что не давать выхлоп каким-то, если ты с некой регулярностью даешь возможность забастовки, то во Франции тебе культура это позволяет. Да, и тогда революции, наверное, в современном этапе будут реже. Но если ты перестраиваешь город, чтобы не было революции, как во время обороны Османа, да, то скорее, наоборот, случится взрыв или еще что-то. То есть, какая-то такая история. Я, кстати, делал опрос в Париже. У меня сейчас один опрос набирает обороты. Просы там уже больше лема просмотров. Нам, в общем, всегда интересно, что там кто-то думает про нас. Но я делал еще опрос, возможно ли во Франции революция. Я его не стал монтировать, потому что не доделал. Но мне на самом деле все, как одни, говорили, что нет, хотя они не одобряют действия правительства, но институты и общества настолько устойчивые и настолько действительно есть возможность самореализации за счет этого, у них это называется греф, забастовка, что нет. Да, там желтые железы, да, пару машин сожгут, но революции уже во Франции не будет никогда. Потому что ты приспускаешь пар и тем самым стабилизируешься. Это к вопросу антихрупкости. То есть, если у тебя закрученные гайки, то у тебя система становится хрупкой, уязвимой. Альтернатива, кстати, ну не альтернатива, да, да, да. Ну вот видишь, как он даже триаду такую проводит, что есть хрупкая, есть уязвимая, есть антихрупкая. И в принципе это касается абсолютно любой вещи. Науки, математики, знания медицины, философии и так далее, финансов, там, знаний, стресса, принятия рисков. То есть, ты любую историю можешь взять и разложить, что есть в нем хрупкое, что есть неуязвимое, да, и что есть антихрупкое. Это абсолютно, ну как бы, разные вещи. Очень часто, когда ты не можешь добиться полной антихрупкости, то хотя бы добейся неуязвимости. Вот, поэтому, ну в чистом виде возможность там организовывать забастовки в отдельном, или там интересы профсоюзов, чтобы были, отстоялись. Это приводит к тому, что не происходит чистоты, например, парламентских смен, да, когда кризис парламентаризма, например, в Италии был, постоянно парламент не мог фигурировать, функционировать, потому что постоянно кто-то там его сменял, были недовольны, не могли в коалицию создать противоположные там партии и постоянно новые выборы, новые выборы и получается махина вся блокирует вообще жизнедеятельность и работу. Вот. Давай, наверное, двинемся. Да, сейчас двинемся, я еще один хочу пример провести, мне просто интересно, может быть, вы знаете, мне говорили люди, которые жили в Японии, что в Японии за счет того, что там вот эта культура порнографии фактически санкционирована государством, и там можно спокойно ехать в метро и наблюдать, как какой-нибудь чувак рассматривает порно-журнал и проще все эти там трусики в банке закатанные женские и так далее, но при этом в Японии минимальный процент изнасилований средний по больнице, то есть это тот же самый как бы обратный эффект от того, что не зажатость, не захлопнутость. Клево, да, да, да. Значит, идем дальше, вот если в эту же логику, да, продолжать. Вводит термин медицинский для использования для социальных наук. Ядрогения, да. В чем суть? Это когда, ну, например, привести, например, мы чересчур заботимся о детях, слишком тепличные условия им создаем, и они не способны потом воспринимать. Большая гигиена, там, следим за чистотой рук, это приводит к большим заболеваниям, да, там, не знаю, там, в градостроительстве это популярно, мы с тобой задевали тему урбанизма, геополитик и так далее, вот таких там географических, скажем, наук. Вот оттуда примеров у меня очень много, понятно, что по базовому образованию. Например, когда есть прекрасная книга классика уже урбанизма «Жизнь и смерть больших американских городов», Джекобс, автор, и очень много анализировалось, почему в Америке гетто в центре больших городов образуется, да, потому что градостроительный фактор очень часто не учитывал, помимо комфорта, квадратуры и так далее, куча социально других значимых аспектов, например, преступный мир рос из-за того, что переставали выходить окна на те стороны, где, например, бабушки могли наблюдать, где дети раньше играют около магазинчиков, и тем самым получалось, что не нужна лишняя полиция, потому что всегда есть доп. контроль, доп. глаз, и это до появления видеорегистраторов, камер уличных и так далее. То есть, очень много вещей, которые не анализируются, но фактически влияют на то, что градостроительная политика видоизменяется. Пример лесных пожаров, да, если с ними бороться, то по факту мы приведем к более большому крупному экологическому бедствию, потому что случится один из больших лесных пожаров, который слишком большую площадь займет. Если же наоборот в системе присутствуют небольшие локальные пожары, и мы с ними не боремся, а некоторые лесничества наоборот специально создают эти доп. пожары, то тем самым мы получается приучаем систему и экологию к тому, что мы избегаем более крупного пожара. Из забавных примеров у него тоже, я специально набрасываю с разных категорий и отраслей, чтобы каждый из просматривающих нашел что-то интересное и полезное для себя. Вот пример классический пропедантизм. Ну, если ты там добропорядочный муж, который регулярно приходит домой в 8-05, и так ты делаешь 20 лет, то когда ты один раз опоздаешь и придешь в 8-10 или в 8-15, то это будет скандал, истерика, тебе будут звонить, срывать трубки и так далее. Но если ты на некой регулярности создаешь частоту, амплитуду, не специально программируешь опаздывать, а просто твоя жизнь состоит из колебательных неких таких шумов, назовем. То ты в 7-50 придешь, то ты в 8-30 придешь, то в 8-05, то в 8-10, то вопроса вообще не будет. Понимаешь, то есть... Да, у меня к Светочке Федосовой никогда не возникало вопросов по этому поводу. Она могла опоздать на час, на два, это еще в до... До революционной? В выводы, в до... в до... в до... телефонную эпоху, когда ты не можешь вот так вот сказать, ты где, поэтому мне это тоже знакомо. Да, это, конечно, добавляет антихрупкости и делает более стабильным какие-то положения. Вот, она была антихрупкой, я понял. Нет, это система ваших взаимоотношений была антихрупкости. Наша система, да, да, система ваших взаимоотношений были антихрупкости. Какой она была, эта история умалчивает. Она была божественной. Значит, перейдем дальше, я хотел еще, наверное, поговорить про некие оригинальные термины, которые он вводит. Ну, кстати, по примеру твоего рода деятельности, у него в других книгах есть прикольная история, что как тиражировать успех. Например, у тебя есть два вида деятельности, которые сейчас там больше всего времени едят. Это экскурсии и, например, блогерство. В чем их ключевое отличие вообще по Талебу? Например, блогерство похоже на трейдерство, а экскурсия – это штучная вещь, например, похоже на работу дантиста. Если ты всю жизнь заложишь, помнишь, я недавно спрашивал, сколько у тебя экскурсий было? Ну, примерно уже 500 провел. Это в штуках. Понимаешь, любая вещь, которая замеряется в штуках, зубы выдернутые, экскурсии проведенные, ты не можешь их тиражировать. Ты можешь чуть цену увеличить, ты можешь стать покруче. Поэтому я сейчас переключаюсь потихонечку на писательство уже более серьезное. Вот это по Талебу, это вид деятельности, который ты можешь быть, условно, не ремесленником, например, но ты не тиражируемый, ты и в штуках не можешь оттиражировать, потому что больше там, например, трех экскурсий в день ты не проведешь. И все, но количество дней до конца твоей жизни тоже ограничено. И получается, что это один вид развития профессии, и ряд профессий прямо туда укладывается. Другой совершенно тип профессий, это, например, трейдер или Павел Перец, блогер. Когда ты трейдер, то ты управляешь либо своими деньгами, либо чужими, но абсолютно сумма денег, которую ты управляешь за время, оно разное. Ты можешь хоть 10 рублями управлять, хоть 10 тысячами рублей управлять, хоть 10 миллионами управлять. Время управления занимает одинаково, например, инвестировать, не инвестировать. То же самое блогер. Если у тебя контент, который пиплу заходит, и этот пипл 5 тысяч человек, это один успех, если 5 миллионов, это другой успех. Поэтому вот деятельность, но временный контент у тебя уходит одинаково, что для этого количества людей, что для другого. Ну и монетизация строится твоя также. Поэтому это интересная мысль в плане вообще выбора точки приложения своей деятельности. Если в какой-то обозримый период ты хочешь, например, за 5 лет чего-то добиться, там люди хотят или еще что-то. Вот неплохо бы обращать внимание на тиражируемый или нетиражируемый вид профессии выбран. Вот. Это один из факторов. Понятно, что там факторы интересные. Здесь я согласен, что я сейчас, ну конечно, там некоторые коллеги меня заклюют, но я сейчас как раз понимаю, что экскурсионная моя деятельность, она уже потихонечку должна уходить в прошлое. То есть мне уже надо идти дальше, потому что здесь я действительно достиг уже всего. У меня там солдауды в сезон. И в общем-то что тут понятно. Так, значит, ряд теорий, которые он предлагает, вводит в обиход. Например, теория штанги. Очень простая. Если касаемо финансовых накоплений, он говорит, те, кто вот сейчас фондовый рынок, мы видим, что происходит, и куча людей закупились акции и страдают от этого. Что отечественных, что не отечественных. Отечественных побольше, не отечественных тоже не кисло, там шандарахнуло. Красные квадратики, падение акций, да, там и так далее. Для многих это близко и трагично. Но фактически, фактически, это из-за не антихрупкого поведения, из-за того, что есть простая теория, он ее визуально показывает как штанга, когда у тебя есть два блина на краю, а в центр просто, ну, шпала, да, гриф, как он называется, гриф, да, получается. В чем суть, что если ты что-то складываешь в центр, то риски у тебя высоки. Например, ты говоришь, я буду инвестировать с небольшой доходностью, ну, закуплю акций. Ты не обезопасен от того, что может случиться черный лебедь и, например, фондовые рынки перестанут работать, московская биржа перестанет работать, да, ты не создаешь возможности резко заработать, потому что ты очень нерисковое телодвижение делал, закупал акции каких-то компаний, которые более-менее, ты уверен, что будут стабильны. Что говорит Талеб, что это проигрышная позиция. Куда более выгодно разделить 90 на 10, например, 80 на 20, неважно пропорции, но важно, что 90 держать в том, что железобетонный не изменит, например, кэш. Казалось бы, он там инфляет и так далее, но все, кто не держал в банке или в акциях, не страдает, у них же они на руках хоть какие-то деньги остались, неважно в какой-то валюте, а 10% рисковые, сверхрисковые, которые не выстрелят, твое качество жизни не изменится, но если выстрелят, то ты резко разбогатеешь. Ну, в наши там современные периоды, понятно, что это может быть, например, какая-нибудь крипта, венчурная инвестиция или еще что-то. И вот эта штанга, когда у тебя разбаланс два вида блина, один важен для тебя в жизни, но большого размера, а другой менее, очень рисковый, но такой малую долю этого его риска составляет, это более выигрышная стратегия в его концепции, нежели классическая середина. Тоже его же термины крайнестан, среднестан, где какие плюсы, выгоды, этого все в книге много, можно анализировать и так далее. И вот по теории штанги очень много про окружение, например, социальный контакт, который мы выбираем. Очень часто мы стремимся окружить себя похожим окружением в плане социального статуса, доходов, интереса и так далее. Но это плохая инвестиция, потому что это опять усреднение. Если вы будете общаться с радикально там типа отпетыми, назовем не мошенниками, людьми, которые социально максимально от вас далеки и будете стремиться к другой, не знаю, там, если у вас средний уровень дохода, то пытаться где-то коммуницировать с банкирами и при этом там будете встречаться с бомжами, то скорее всего у вас поляна взглядов на жизнь будет настолько широка, что это сделает в долгу ваши представления более жизнеспособными, долговечными и так далее. Кстати, я с Талебом тоже встречался в сентябре позапрошлого года, был на одной из конференций в Стамбуле, где он читал открытую лекцию, хотя он постоянно говорит, что вот это все, там, не знаю, писать статейки или в журналах это все такое. Есть очень хорошая расхожая фраза про философа-француза Андрей Бергсон, это ссылается он, по поводу того, что хороший философ должен узнаваться узнаваться по одной идее и не более. То есть, когда много чего, то вот это типа выкристаллизованная история. А по факту сам Талеб уже много что нагенерировал в текстовом, много где проявился как платно читающий лекции, при этом, не знаю, ведущий какие-нибудь колонки. То есть, он местами сам себе противоречит, конечно, тому, что пишет. штангу. Да, можно и так. Он как бы разбрасывает свою монетизацию по разным параметрам. По поводу штанги, одно дело мы там рассмотрели насчет инвестиций, всем более-менее понятно. А вот насчет с моногамией тоже прикольная история. Ой, какая интересная тема. Давайте ее обсудим. Ты прям что-то сегодня перевозбужденный пришел. Видно, что у тебя триггеры включаются автоматически. по поводу моногами приводят примеры птиц, например, и в социальных человеческих взаимоотношениях говорят, что часто классически для надежного брака выбирают бухгалтеров. Но хочется и тянется к рок-звездам. Но с рок-звездами вдолгу не построить, потому что у рок-звезд хорошие гены, которые ты хочешь передать, но надежнее сохранить тому, кому ты эти гены передал, это лучше с бухгалтером. В нашей современности это скорее программист какой-нибудь спокойный. Надежно, точно с доходом, безопасность и так далее и подобное. И получается здесь, но тянет на ярких вредителей и лютых эгоистов, и получается такой дисбаланс, что по факту это прям теория штанги, что в идеале у тебя взять гены оттуда, но вырастить вот с тем, кто сверхнадежен. Это когда наша с тобой общезнакомая спрашивала, заделали ли ей ребенка. Ты все равно скатился к чему-то, о чем явно неинтересно говорить и слушать нашим зрителям. Поэтому давай все-таки я пытаюсь приводить примеры из жизни. Но примеры из жизни, если опять же, то смотри, на примере птиц это понятно, они там смотрят какого-нибудь красивого самца, хотят от него гены и если понаблюдать, реально большой процент птиц рожают, вылупляются у них птенцы не от того самца, с кем они воспитывают. Ну, например, 10% лишь изменяет, но 30% их детей будет не от самца, с которым они проживают. То есть это представлено в биологии на уровне птиц достаточно хорошо. Но в отношении людей срабатывает другая история, что возможно есть гипотеза, что это для удовольствия делается. То есть у нас же есть еще не просто передача гена, то есть тебе может хотеться с рок-звездой проводить время только если ты сам живущий в браке моногамном с надежным партнером. Тебе может хотеться для яркости, для удовольствия, для эмоций, не для передачи генов. То есть у тебя еще включается другой фактор. То есть очень много интересного. Это все тоже теория штанги. Вот почему люди не летают, почему люди не птицы, вот мы нашли объяснение. Моногамия помеха, да? Про птиц у него есть конечно еще одна теория, не теория, а пример, тоже по-моему из предыдущих работ тянется. Это классическая, как он ее очень любит, разносит и сверх популярна. Это история про индюшку, что если мы анализируем предыдущие данные, то мы каждый день кормим индюшку, индюшка всегда становится чуть побольше по упитанию и так далее. Индюшка живет с позицией, что о ней заботятся и хозяин офигенный. Все, кто анализирует прирост индюшки как капитала, думают, блин, сюда надо инвестировать, индюшка офигенная, смотри, она стабильно дает прирост, ВВП стран дает прирост, акции каких-то компаний дают прирост. То есть, кто анализирует жизнь индюшки до дня благодарения, считают, что все офигенно, пока не случается день благодарения, ее не убивают просто. Если ты напишешь карту развития индюшки на основе предыдущих дней жизни индюшки, то у нее постоянно все будет лучше, лучше и так далее. То есть, это факторы, которые не учат. Это тот самый черный лебедь, который не запланирован. И мы живем постоянно в прилетающих к нам как метеорит и черных лебедях. И поэтому типа вот индюшка очень характерный образ, что не надо всегда мыслить с позиции некого прогнозаторства, возможности управления, предикативности и так далее. Потому что часть вещей просто нами неосознанно, неощутимы и так далее. Если уходим от теории штанги, похожая теория у него есть, она меньше, лучше, чем больше. Тоже в книге много примеров. Классически нам известен это Паретто 80 на 20. На самом деле есть уже углубление 99 к 1. например по интернету вот интересная статистика 99 процентов аудитории сидит на 1 проценте сайтов. Трафик так распределяется. Доходы тех, кто пишет книжки так распределяются. То есть 1 процент имеет 99 процентов доходов и так далее. И это уже даже искаженный Паретто. Но при этом как раз это о чем говорит? О том, что нам не надо разбираться со всем множеством. очень надо правильно понимать эти принципы и стараться в управлении или в принятии решений очень часто заниматься вот этим 1 процентом или малой долей, которая влияет на глобал. Например, это касается социальной политики государства. Когда мы думаем о ком-то заботиться или какие-то программы государственные реализовывать, будь то в Европе, будь то у нас, очень часто берется какая-то группа людей, которые берутся в расчет. Если мы будем заниматься только предположим попыткой устаканить средний класс, то мы как раз не получим эту штангу, когда есть прорывные какие-то оголтелые изобретатели из силиконовой долины и наоборот бедный небольшой слой и тем самым при этом стабильная ситуация. Когда мы просто заняты усреднением, то мы делаем рисковым более экономику страны и фокус внимания. Но, например, меньше да больше, там обратная ситуация несколько, что мы берем, заботимся о неблагополучном слое и в него постоянно инвестируем. То улучшаем, то, то, то. Но в определенный момент мы понимаем, что 80-90% инвестиций вложены в этот слой и все остальные остаются без фокуса внимания. Это, то есть, такая, как бы, история не совсем интересна. Прикольно про примеры, когда он приводит примеры, что если у вас больше, чем одна причина над что-то, не делайте этого. То есть, надо делать резкие телодвижения, когда одна причина. Например, не знаю, у вас у кошки люто болит, там, не знаю, глаза, вам надо идти к ветеринару. Но если по чуть-чуть всякого набралось, то это такое уже, как будто вы в раздумьях идти, не идти, чуть-то, чуть-сё и так далее. Но это касаемо антибиотиков, да, вот мы используем классический, ну, его вред и понятно, как раз там хрупкость от антибиотиков, понятно, что очень часто, например, не знаю, одни и те же люди, это парадоксально, могут заниматься некой регулярностью спортом для того, чтобы быть здоровым, но при этом чуть что фигачить антибиотик, то есть, сильно больше вред назначать самим себе, да, или по рекомендации врачей назначать себе, ну, а эти бы врачи Талеб назвал бы хрупкоделы, потому что они систему здоровья человека перевели в хрупкое состояние, но они не несут ответственности, потому что спустя время только это скажется, да, когда тебе нужен будет антибиотик, а он на тебя уже не действует, это произойдет в следующих поколениях, там, твоей следующей болезни, вот, для интересного, сейчас момент, когда большая миграция из России, ну, вот, типа, если ты будешь разговаривать с сообществом уезжающих людей, тебе могут две, три, четыре причины называть, или когда люди размышляют, уезжать или не уезжать, если у них нет одной радикальной причины, то, скорее всего, им и не надо уезжать, по логике Талеба тогда, да, если ее там на современный лад. Но это радикальная причина всегда можно придумать и решить, что она радикальная причина. Окей, этого достаточно тебе, если ты находишься, а если ты набираешь пять-шесть более мелких, мне его тут зудить, да и тут как-то ничего, от этого переезда ты себя, ну, как бы, в лучший мир не попадешь, да, потому что ты не накопил достаточную веску аргумента, это вот к его теории. Значит, Серега, там уже закат. Закат? Скоро пойдем смотреть, как только настанет закат нашего произведения. Давай попробуем, давай попробуем сейчас глянуть как раз на нем. Армяне. Подытожим, да, тогда, грубо, типа, что же все-таки такое антихрупкое? Он ее называет очень просто, это сочетание агрессивности и паранойи. То есть, вот, то есть, та же штанга или меньше-больше, оно вот сочетается в очень простой. Вам надо делать некие агрессивные шаги на маленьком проценте риска и, наоборот, страдать паранойей и пытаться защищаться под тем вопросом, которые для вас жизненно необходимы и прочее, да, вот. Еще из такого, ну, подробно интересного, это, конечно, по поводу знаний, мыслей. Мы с тобой говорили, кому тянуться по общению, да, типа, к богатым, к бедным, монотонному кругу общения или разнотонным. Он приводит ссылку на арабского мыслителя Абу Талеба, который не является его родственником, но что очень просто, держаться на расстоянии от невежи все равно, что дружить с мудрецом. По факту он говорит, что, ну, надо уметь исходить не из того, а вея негатива это называется, да, когда пробовать что-то негативное убирать. Когда ты убираешь что-то негативное, то ты обезопасиваешь себя сильно больше, нежели ты стремишься к постоянному прогрессу. То есть, очень часто наша результативность зависит не от того, насколько клево мы что-то придумаем, сделаем, а от того, насколько мы обезопасим себя от простых неудач, случаев и так далее. В теории вероятности это очень сильно представлено. Поэтому нельзя банить и удалить комментарии. Именно поэтому. Это очень, да, в тему. То же самое у Джобса, тоже есть цитата, которую он приводит, что Джобс говорил, мы хорошие продукты делаем, не из-за того, что мы умеем фокусироваться на том, чтобы сказать «да». То есть, ты очень часто слушаешь, коллеги какие-то идеи кидают, ты кого-то поддерживаешь. Он говорит наоборот, фокусироваться, это означает говорить «нет», сотни других хороших идей, которые вас посетили. Вы должны уметь отбирать тщательно. Я сам горжусь тем, что мы не сделали сильно, чем тем, что мы сделали. Инновация – это когда ты говоришь «нет тысячи другим вещей». Вот такие формы ракурсов и взглядов на моменты, они очень такие интересные и кажутся, что могут позволить нам самим добиваться в чем-то таких достаточно больших успехов. Давай уж расскажи, что тебя там не устроило в этой книжке? Ты говорил, что есть какие-то… Давай тогда галопом, потому что мы достаточно долго уже болтаем. Буквально тезис. Да, смотри, он разносит очень четко, выступает против такого классического развития. Например, он считает, что ремесленничество сильно важнее, чем теоретическая наука. Кроме физики, он нигде не оставляет наукам право теоретического размышления. Хотя философия непонятно, какая может быть практическая, когда она вся теоретическая. Понятно, что она некой предикативностью, опять же, потому что она может смотреть за те границы, которые существуют и практически недостигаемые границы. Например, те, кто изучает Вселенную, тоже очень часто многие вещи могут предугадать на уровне теории, а потом фактологически проверять. Но он считает, что это шарлатанство и в это вообще не надо идти. И тут, конечно, большой вопрос. Хотя, опять же, сам себе противоречит. Когда он рассказывает про то, что опытным путем научились ядом уменьшать прыщи, то только спустя время можно узнать, что это приносит дополнительно другой вред. Ну, а теоретически это можно уж предположить. То есть это вопрос теоретических изысканий. Поэтому вот в целом глобально к образованию он тоже относится очень интересно. Я здесь свои точки зрения финально не сформулировал. Конечно, есть прямая корреляция между, правда, ложная она или не ложная, это большой вопрос, между уровнем образования как одним из факторов развитости страны, например, подушевым ВВП на человека. Классический пример евреи, которые всегда с испокон веков учили читать своих детей. Да, интеллект влияет явно так или иначе на благополучие. Но он считает, что наоборот сейчас есть тренд, когда учеба просто постфактум, то есть это ложная корреляция, когда образование догоняет благополучные места. Ну, то есть, например, если в Дубае, когда я был тоже в семнадцатом году, там приезжали в ВУЗ, где Клинтон читает лекции. То есть, имея деньги, дубайцы приглашают Клинтона почитать лекции, чтобы развить молодежь, которая в будущем позволит диверсифицировать экономику Дубая. Спорно. Возможно, одно за что за что цепляется, какой будет результат, но как минимум не так категорично, как у Талеба, что только ремесленничество приводит. Например, он приводит Швейцария благополучная страна, но там нет хорошего развитого высшего образования. Но благополучие не только из-за фактора образования. Много факторов. Например, он же сам туда отсылается то, что конфедерация и возможность спорных моментов обсуждения отсутствия центрального управления в стране это тоже влияет. Не обязательно образование прямой линии рикошетит и бьет. Многофакторность существует. И здесь, конечно, вес, индексация того или иного фактора не учтена. Очень категоричное мнение. Спорно по поводу малых стран. Да, централизация для больших нужна, но успех малых стран это скорее может быть, если не исключение, то просто специализация этих стран или возможность быть более гибкими каких-то на местах. Генуэ, Венеция, будь то, или его же Ливан. Он сравнивает ее с более большой Сирией. Хотя там проживали одни и те же по типу деятельности люди. Но при этом мы понимаем, что наоборот есть теория, когда у тебя нет большой численности населения, ты не можешь быть замкнутым в производствах. Например, Китай может быть там, а Россия уже маленькая 150, а надо 500 миллионов, чтобы все виды циклов внутри замкнуть. Так далее. Ну, в общем, такое. Очень много скатывается в критику отдельно взятых людей. Это к вопросу его собственной самооценки, потому что если тебя что-то волнует... Но это всегда показатель комплекса. Да, да, это к вопросу стабильности самооценки и колебания этой самооценки явно. Штиглица поносит, Бернанке задевает, Гринспина задевает, приводит примеры там шестинобелевских лауреатов, кто оказался неправ. Казалось бы, зачем? Ну, если там стройность твоих... Опять же, у него есть идея, что все подтвержденное временем его называют, что он анонирует на древность, да, на Китай, на, 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 арабский мир или на греческих, греков, древних. При этом, опять же, если ты сам заявляешь, что время все покажет, так что ж ты пульсируешь и реагируешь люто на любых критиков и так далее. И вообще, в книге много опусов, где он говорит, вот мне пишут комментарии и начинает рассуждать про эти комментарии. Казалось бы, да, ну, дай времени, все уляжется, сам себе в этом не противоречь. Поэтому оставим это на суд, как говорится, зрителям, читающим. Мы скорее просто пропагандируем, что есть интересного, необычного и что может быть полезно, например, да, при современных реалиях. И предлагаю двинуться к заключительной части у нас обычно это цитата о нем и его. А его будет очень коротко. Изобилие мы переносим труднее, чем нужду. Ну, это вот то, как раз, это то, как раз, что сейчас. Вот я поэтому именно такой короткий, знаешь, из его наготового. что я сегодня рассказывал и объяснял, почему у нас не будет СССР 2.0. Хорошо, что я не хожу на твои экскурсии и могу пропустить эту информацию мимо ушей. Серега, все для тебя. Не ходи и дальше не ходи. Ну, из таких интересных, ну, это там видоизмененная цитата, но хрупкость измерима, а риск нет. Поэтому он говорит, не задумайтесь постоянно о риске. Мы постоянно все думаем и пытаемся оценить риск, а его нельзя оценить. Лучше думать о том, можно ли хрупкость превратить в нехрупкость, антихрупкость, неуязвимость или еще что-то. И тогда у вас система, жизнь, там, не знаю, взаимоотношения будут лучше, нежели постоянно оперировать термином риск, его размерами, возможностью его оценки и так далее. Прикольно встретил на просторах интернета комментарии про Талеба. Там игра слов такая каламбурная, а я любитель такой ерундистики, поэтому давай попробую о нем цитату следующую. В чем единственное отличие Талеба от Талибана? Талеб теоретик, Талибан практик ненависти к человеческому самосовершенствованию, активной сознательной эволюции. Это действительно так. Он очень много хаит о том, что эволюция, прогресс, технология, все, что касается трансгуманизма, имплантов и прочего, он против этого выступает. Он считает, что природа сама балансирует, все само восстанавливается, все диеты нельзя с одного региона в другой перемещать и так далее. Все должно такое. И важно думать об антихрупкости, стараться систему накачивать. Но понятно, что та же наука и достижения науки неоспоримы. В части наук мы просто видим прогресс, который здесь сейчас применим, а в части нет. Но, например, он промышленную революцию относит к тому, что это ремесленники сделали, там никакого научного вклада нет и так далее. Поэтому повторю, что он сам достаточно во многих вещах радикален, при этом, возможно, этот радикализм и позволил ему сформулировать ряд жестких тезисов, которые интересны для обсуждения, для анализа. Он скорее заставляет нас самих задуматься. Отлично. Ну и, собственно, как вы, возможно, знаете, он же написал знаменитую песню «Черный лебедь, черный лебедь, все девчонкам нравится». Немножечко снизим градус. Павел, Павел, Павел. Ну что, я... Хорошо, что есть монтаж, и можно это все вырезать. Нет, нет, нет. Понимаешь, Серега, я всегда должен снижать немножко накал интеллектуализма своими потрясающими шутками, которые у нас общий знакомый Максим Котков большому привет называет бриллиантовой. Пошла. Он очень любит мои... Выкристаллизовал, выкристаллизовал мои тупые шутки. Раз уж мы говорим про книги, то я не мог не влезть своим свиным рылом в этот калашный ряд и не напомнить вам или не сказать тому, кто попал сюда в первый раз, что три книги есть и у меня лично. Они все абсолютно разные, есть художественная литература, остросоциальный роман Корень. Это петербургский триллер конца 90-х нулевых про креативный класс, неонацизм, блокаду и в общем-то все то, что возможно нас ждет. Другая книга это историческая публицистика из разряда истории медийных войн. Наглядная методичка о том, как Япония провела пиар-кампанию во время русско-японской войны с большим количеством иллюстраций из американских, английских и японских изданий. Тоже книга актуальна и на все времена, особенно сегодня, когда фейки идут из всех щелей. Ну и вне временной путеводитель по Невскому проспекту каждый дом от адмиралтейства до площади восстания. Точно так же с большим количеством иллюстраций, с удобной версткой. Что книга про пиар, что этот путеводитель уже выдержали два издания, путеводитель, вот второй тираж подходит к концу. Купить можно как у меня на сайте, ссылка внизу, так и после моих экскурсий в этом случае я их подписываю. Друзья мои, значит, оставляйте комментарии туда, вносите предложения и если вы знакомы, может быть, с произведениями вышеозначенного автора, то, возможно, у вас у самих есть какое-то мнение на этот счет, в чем вы согласны с тезисами, которые сказал Сергей, в чем вы не согласны, как, по-вашему, это применимо к вашей личной жизни, к нашей социальной жизни, к будущему нашей страны. В общем, пишите об этом все в комментарии, ну а мы будем продолжать эту рубрику обязательно. Всем пока, бай-бай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok